Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Группа E4-E5. Итак, вот и подошел заключительный урок по теме планета голубого тумана. Сегодня мы с вами завершаем работу рисунок на тему космоса. И для того, чтобы его завершить, нам остается только проработать мелкие детали, прорисовать. Итак, приступаем. Так, ну, во-первых, все-таки стоит закончить звездное небо. Немножко тут кое-где местами добавить нехватающих цветов, оттенков. Вот и, разумеется, доработать антураж. Ну, и, конечно же, в первую очередь нашего космонавта, которому мы сейчас приступим. Добавим звездочки, чтобы уже окончательно у нас был заполнен формат. Вот, чтобы поярче, лучше использовать, как я уже сказал, белевую-белую ручку. Так вот, можно немного тут обрисовать нашу ракету для графичности. Вот, чтобы она у нас тоже, хоть и аппликация, но имела какую-то немножко графическую часть. Такую вот окантовку. Да, немножко ручка моментами заедает, поэтому на бумажечке ее расписываете рядом. Ну, чтобы у вас паста шла ровненько. Вернее, гель, которым заправлена ручка. Да, жалко, конечно, что в наших краях нигде нельзя найти белую тушь. Ну, только под заказ, может быть. Когда я учился в институте, у нас некоторые студенты делали чертежи. На первом курсе мы чертили архитектурный ордер, колонны с крышей, с фронтоном. Вот. Это называется архитектурный ордер. В основном все работали черной тушью на белом формате, но было несколько студентов, которые пошли немножко по-другому пути. Не знаю, это более сложно или более креативно было, но работали именно белой тушью. Не знаю, правда, где они ее брали, под заказ или все-таки где-то, наверное, можно было найти. Могу. Я учился в Астане, в Нур-Султане, как сейчас называется, столица. Там, конечно, вполне возможно еще, может, что-то можно было найти по этой теме. У нас, к сожалению, возможно, вряд ли вы найдете белую тушь, но, в принципе, вам она пока ни к чему. Только потом, если вы какие-то серьезные будете делать графические работы уже на старших курсах, или если кто-то из вас, может быть, вдруг изволит поступить на архитектора или на дизайнера, то там уже, конечно, другой вопрос. В нашем же случае достаточно это белой гелевой ручки. Учитывая, что мы пока с вами работаем над такими весьма несложными задачами, вот, по крайней мере, которые вам должны быть под силу. Вот, поэтому пользуемся тем, что рекомендуется. Вот, прорисовываем детали. Вот такая вот у нас получилась ракета. И вот, немножко высветлили сзади хвостик. Добавим еще звездочек, чтобы заполнить все наше космическое пространство. Заполняем. Такая вот у нас смешанная интересная техника получается. Вот тут цветными карандашами работаем, ручками. И используем приемы аппликации. Ну, кто-то, возможно, даже краски использует где-то, акварельку. Вот. Ну, конечно, тут все-таки упор стоит сделать именно на графику. И на кое-какие аппликационные приемы. То есть, вот эта работа, она хоть у нас и идет по рисунку именно в разрезе предмета рисования, но она тут частично как будто даже немного имеет межпредметные связи с декоративно-прикладным искусством, с ДПИ. Потихоньку заканчиваем наши звездочки развешивать на небе. Тут немножко можно добавить куда-нибудь. Чтобы как-то вот оно все было ярче. Графичнее. Затем перейдем к нашему космонавту. Который почему-то у нас в самую последнюю очередь. Хотя вообще это у нас как бы, по идее, основной персонаж композиции. Но почему-то мы до него доходим немножко в последнюю очередь. Ну ладно, я думаю, это не страшно. Так, ну вот. Добавили космические корабли. Добавили звезды. Вот. Такое вот у нас получилось звездное небо. Так. Ну. Кое-где тут вот можете такие тоже добавить для дополнительной графичности. Сейчас вот лучше, наверное, даже ломиком. Добавить что-то память. Вот. Вот. И переходим к нашему космонавту. Поработаем фломастером, чтобы вот его белый скафандр выделить. И потом попробуем его еще отделить уже другими графическими инструментами. А именно сделаем очертания черной тушью. Добавим немножко линером кое-где. Порисуем некоторые детальки. Чтобы он у нас получился самым детализированным объектом на нашем рисунке. Так как он у нас ближе всех располагается на переднем плане. Ух. Ух. закрашиваем смотрите вы уже тоже как у вас расположены ваши космонавты или кто-то но ключевой герой композиции или объект соответственно наносите основной цвет допустим белый и уже далее работайте с обрисовкой так сейчас вот мы ему нанесем основной цвет базовый на скафандр так смотрим что у нас получится главное по краям пройтись все таки обрисовать как положено так вот обрисовать у нас уже фигурка такая вот более-менее объемная получается теперь за счет еще добавив черный цвет именно для выделения контуров и частичного использования мы должны полностью эту фигурку нашего космонавтика завершить завершить так так наносим полностью не закрашиваем смотрите чтобы у вас все таки как бы был намек такой на естественную тень собственную тень правильно и собственная тень есть падущая это мы с вами скорее всего будем на следующий год проходить введение в академический рисунок и живопись пока я как бы так вам это упоминаю для сведения ну вот что у нас примерно получилось такой вот космонавт тут вот этот шланг выделим толще вот космонавт готов ну попробуем наверное сначала сейчас сделать общую окантовку немножко еще вот тут вот добавим борт космического корабля фрагмент вот 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 Вот, ну что, попробуем поработать с чернилами, ну вместо тушим в данный момент чернила под рукой, в принципе, их тоже можно использовать. Что мы сейчас, собственно, и будем делать. Использую вот такое вот резиновое перышко вместо металлического. Сейчас видно, такими и работают. Попробуем. Такую вот общую окантовку. Чернила, конечно, по сравнению с тушью не такие, как бы не то чтобы яркие, скорее не так плотно ложатся на бумагу. Но, тем не менее, нам удастся провести вот такую вот четкую темную линию. Можно, конечно, будет ее и по-другому немного сделать. Может быть, потом обвести фломастером. Но я просто в данный момент все-таки хочу использовать тушь. Как говорится, ради спортивного интереса. Вернее, чернила. Насколько они у нас будут подходящими. Вот что-то уже прослеживается. Надо больше добавлять чернил. Ну, ничего, ладно. Сейчас посмотрим, что получится. И потом уже решим, чем лучше вам пользоваться при проработке деталей. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Немножко кропотливое занятие, но своеобразная работа с чернилами и тушью. Тем более, я впервые использую в работе резиновое перо. Когда я учился в художественной школе, тогда вот таких вот перьев еще не было. По крайней мере, я не встречал их в художественных магазинах. Мы работали металлическими плакатными перьями. Либо кто-то работал кисточкой, либо макали в тушь старый фломастер. Так, мы чуть-чуть немножко добавим. Да, видите, у нас такой немножко контур получается прерывистый. Примерно вот как техника акварели. Вспомните, мы когда работаем, у нас получается растяжка. Вот так вот и тут. Тоже у нас по сравнению с тушью чернила, они как бы делают такой эффект растяжки. То есть не такая четкая линия, как хотелось бы. Ну ладно. Эксперимент. Тушью, когда работаете, наливайте ее в крышечку или в какую-нибудь небольшую плошку. Вот, как говорится, из техники... Не техника безопасности, скорее техника аккуратности. Чтобы в один прекрасный момент не зацепить баночку и не пролить тушь на свою работу. Результат весьма плачевный. Если тушь опрокинется на работу или чернила, сами понимаете, ее придется переделывать, потому что спасти никак уже не будет. Вот так вот делаем общий контур. И потом попробуем уже перейти к работе линерами. Вот так вот. Так вот. Продолжение следует... Так, ну вот, более-менее обвели. Сейчас потихоньку заканчиваем основную обводку. Да, все-таки лучше, конечно, тут использовать либо тушь, потому что она более гуще ложится. Опять же, смотря как вы будете макать перышко. Либо уже просто обвести широким фломастером или линером. Продолжение следует... Выходим... Да, надо, наверное, еще разок пробежаться. Добавить... Чтобы более ровная линия была. Продолжение следует... Так, ну вот тут вот наносим очертания. Да, вот здесь вот наш люк. Здесь сделаем вот такой чисто черный проем. Вернее, тут он у нас больше на темно-синий похож. Чернила имеют темно-синий оттенок. Продолжение следует... 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 перекрыли у нас темный люк получился кстати вот эти вот резиновые перышки они тоже весьма удобные аккуратные с них легко смывать чернила и соответственно у них чернила не забиваются например в металлических плакатных перьях когда высыхают то есть очень удобный инструмент такие продаются в скрепке и продолжаем немножко тут на солнце залезем ничего вернее не солнце что это у нас тут зато у нас такая сплошняком кантовочка получилось как бы подчеркивающий передний план выделяющие его это и 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 Продолжение следует... 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 переходим теперь к линеру основной контур мы нанесли вокруг нашего космонавта осталось только проработать мелкие детали тут уже работаем горится исходя из объема есть каждую деталь обводим опять же по усмотрению где-то толще где-то тоньше прорисовываем уже более мелкие детальки то есть можно вот тут например потолще сделать контур здесь немножко меньше и так далее поехали такую добавляем графичность складочки прорисовываем пенжи Спасибо. И вот тут уже повисовываем остальные детали. Пальцы, например. Где-то можно какие-то еще контуры дополнительно обвести. Тут уже вы работаете внимательно. Тут главное тоже опять такой момент, чтобы не запротачить. Поэтому смотрите, где-то вот, где более тонкие контуры, может целесообразнее более тонким линером или черной ручкой пройтись. Где, допустим, потолще контуры, там уже использовать, например, фломастер или что-то потолще. Вот так вот должен получиться наш космонавт. Выделяться на общем фоне. Вот такая вот вставочка, чтобы был контраст. И дополнительно еще штрихи. Вот, в принципе, мы на этом завершаем нашу работу. Ваша задача теперь проработать максимально все контуры, чтобы было отчетливо видно то, что вы изобразили на своем рисунке на тему планета голубого тумана. Это рисунок на космическую тематику. В стиле газетная графика. На этом занятии вы должны научиться работать в такой вот смешанной технике. Использовать технику подмалевки с помощью фломастеров, цветных карандашей и других графических материалов. Также использовать тушь, чернила, линер для достижения хорошего графического результата. Это и есть ваше задание. На этом, собственно, и все. Мы с вами завершили урок планета голубого тумана. Это наша предпоследняя тема по рисованию. К следующей теме вам надо будет подойти еще более творчески. Но о ней я вам расскажу уже на следующем уроке рисования. Не забывайте, что у нас еще остались темы по лепке и ДПИ. Соответственно, мы их рассмотрим на последующих уроках. Вот пример, готовый для вашей работы по рисованию. Планета голубого тумана. Надеюсь, всем все понятно. Всем спасибо за внимание. Увидимся на следующем видео уроке.